Недавно вышло интервью от The Breakfast Club с Machine Gun Kelly, которое было сделано уже после выхода Диса на MGK от Eminem'а под названием Kill Shot. Ну и понятное дело, что из-за этого всё интервью было сконцентрировано на бифе между артистами. Я посмотрел интервью и теперь хочу обсудить некоторые его моменты, относящиеся ко всем этим разборкам с вами. А именно, я хочу поделиться с вами своей точкой зрения о том, почему MGK ещё больше пал в моих глазах. Мне пришлось посмотреть этот кринж два раза, чтобы выцепить самые интересные моменты с него. Поэтому видео будет в стиле отрывок интервью, а затем моё мнение по поводу сказанного. Начну сразу с фактов о The Breakfast Club, которые сказались на интервью, на отношении ко всему бифу, а именно на предвзятости к Eminem'у. The Breakfast Club идёт на музыкально ориентированном канале Revolte, основатель и владелец которого Шон Компс, более известный как P. Diddy. И он также является так называемым боссом MGK. И если вы слушали Kill Shot Eminem'а, вы наверняка заметили, что он задевает Диди в своём Диссе. Из-за этого легко предположить, почему на протяжении всего интервью ни один человек не сказал чего-либо положительного о треке Eminem'а, и напротив, все говорили, что Диссе от Machine Gun Kelly был круче. Плюсом ко всему, у главного ведущего на The Breakfast Club, Шарлемейн, также присутствует конфликт с Маршалом. Именно поэтому, ещё только включая интервью, я был готов слушать о том, как Kelly восхваляют, а Eminem'а, проще говоря, чморят. Также, посмотрев видео, я почитал комментарии под ним и заметил, что люди жалуются на то, что кто-то ранее написал комментарий о том, что, мол, видео не объективное, потому что всем в нём зарплаты платят P. Diddy. И этот коммент собрал кучу лайков, после чего, видимо, был замечен владельцами канала и удалён. А вместе с ним были удалены все похожие комментарии. Не похоже на тактику победителей, не думаете? Ладно, погнали смотреть интервью. На протяжении всей нарезки интервью обратите внимание на все оговорки MGK. Заметно, что парень сильно нервничает и, похоже, не может сконцентрироваться на том, что говорит, поэтому выдаёт сам себя своими ответами. Сначала он говорит, что его EP не было спланировано. Потом исправляется, мол, куча проектов уже было спланировано, а это просто так повезло забифить Сэмом. Не-не, вообще не хайп ловил, пацан. Если вы слушали Бинч, то стопудово заметили, что это, да простят меня фанаты MGK, дерьмище, было сляпано на скорую руку. Ты среагировал на его дис в Камикадзе? А как же твои сникдисы в треке с Tech9, твои твиты и твои строчки в фристайле о Маршале? Это типа не в счёт или как? И снова, нервничает и палится, а вся бригада The Breakfast Club пытается вытащить его с ямы, в которую он так усердно лезет. Окей, ладно ты хотя бы понял, что твит был оскорбительным по отношению к отцу дочери, о которой ты писал, но ты сделал пресс-ран на этот твит, вынес всё это на публику. И что такого в публичном извинении, когда ты знаешь, что ты не прав? Ты разнёс это по всему миру, так извинись на весь мир, в чём проблема? И другой момент в этой части интервью, это как он пытался вызвать поддержку от каждого в комнате своим взглядом, и никто, даже будучи на его стороне, не согласился с ним. Этот момент должен дать нам понять что-то, не так ли? Снова, в чём проблема озвучить это, если это правда? Ты уже говорил это в Rap Devil, мол, Пол Розенберг пытался прикрыть тебя на интерскоп, так почему сейчас без комментариев? What Eminem said wasn't true, was that he didn't make a call in regards to the daughter situation, and, you know, that was false. So Eminem lied, he did talk to Puff, because he said he never talked to Puff. Тут поправка, Eminem сказал, что он лично не звонил никакому Диде, хотя для него это не было бы проблемой. Он прикрыл его на Shade 45, а по всей видимости это затем вышло наружу через Пола и прочих. And I'm speaking on the world, you know what I'm saying? I don't even know why everyone's riding for this man so tough. But this is a person who won't even show up to do a real interview. Meaning that Sway works for Shade 45, so it's all stage, it's all, yeah, yeah, yeah. Да, то есть у вас в Breakfast Club это вообще не постанова. Все реально думают, что ты разнёс Маршала в своём DC, ага. I've sold over 20 million records. For real? Right now. Эм, больше 20 миллионов, что есть около 20% от всех рекордов, проданных Eminem'ом за всю его карьеру. И ты всё ещё выступаешь на разогреве у Fallout Boy? Откуда такие цифры? When he took the shot at you on the Kamikaze album, was it one of those things, like, you were ready for it? Because you've been feeling like you've been banned for a while, you've been feeling like the little shots have been coming at you, so you were prepared. I don't think anyone's prepared for that. Сначала скажу о том, что по интернету ходит информация, что так как и Eminem'e и Machine Gun Kelly оба в Interscope, есть информация, что как только Eminem'e ещё только решил написать свой дисс о MGK на Камиказе, Келли проинформировали без ведома Маршала, и он начал готовить ответ уже тогда. И вправду, если послушать Rap Devil, то там не звучит ни одного ответа конкретно на дисс в Not A Like от Eminem'e, потому что, получается, он его ещё не слышал, когда писал свой дисс. И в этом интервью, ну кто так отвечает, если он уверен, что такого не было? Каждый готов к чему? К диссу от Eminem'e? Камон, мужик! Снова нелепая ситуация без одобрения твоей же поддержки. И о каких фактах он говорил? Эм ответил на его высказывания о бороде, возрасте и росте. The Rap Devil начинается с фразы о бороде. Тут стало смешнее уже после выхода EP Binge от MGK, потому что 80% этого EP можно смело назвать мамбл рэпом. По поводу этого я на каком-то сайте увидел онпойнт-комментарий, мол, вот она сила рэп-гада, смог сделать из рэпера мамбл рэпера своим диссом. И вправду. Да, это такой кринж, я в шоке. Если у тебя есть тот заряженный ствол, который убьет Эмма, то на данном этапе в твоей карьере тебя ничто не может останавливать, чтобы его выложить. Это, напротив, даст тебе только плюсов. Так почему вдруг ты решил придержать его? Какой толк будет для тебя с этого? И он снова сказал, что это не было на его пути. А с ник Диссы это что было? Этот чувак пытается выставить себя победителем во всей этой ситуации, но победитель бы не стал оправдываться в интервью. Фактс. Тут расскажу коротко предысторию. На открытии концерта для Fallout Boy MGK обманул толпу, которая была в основном фанатами Fallout Boy, выйдя на сцену в кофте или по типу того накидки, и попросил их показать средние пальцы в камеру для фото. Потом он отвернулся от толпы, снял кофту и сделал вот это фото. У многих фанатов забомбило после этого, что они начали писать твиты об этом моменте с футболкой Kill Shot и жаловаться на MGK. И тут Шарламен спросил об этой ситуации, но Келли, не отвечая на вопрос, сказала видео, которое было отредактировано с добавлением звука бууу. То есть он никак не ответил на конкретный вопрос, а сказал совершенно о другом, потому что сам понимаешь, что тут он пролетел. Да как девятилетняя девочка может понимать весь биф между взрослыми мужиками? Конечно, она не поймет 90% панча ни Эмми Немо, ни своего бати. И то, как он выставляет дисмаршала слабеньким, ссылаясь на мнение девятилетней девочки. Мужик, я думал падать уже некуда, но ты раскопал яму своей Шевелл и прыгнул еще глубже. Так ты Стэн или нет, я не понял. То ты говоришь абсолютно нет, то да. Мне кажется, чел конкретно упорот, либо ему нужно было успокоительного побольше выпить перед этим интервью, но серьезно. Ну и это уже реально детский сад. На ютубе есть видео с чисто нарезками, как сам МГК заикается. И это его факты против Эмми Немо. Клауд чейзинг во всей красе. Да, конечно, он не скажет, что на EP не будет ни слова об Эминеме, потому что он хочет, чтобы ты купила этот EP и сама поискала, и только потом расстроилась, а не сейчас. Точно так же, как и в предыдущем куске интервью, он не может сказать, что он решил не продолжать с Бифом, потому что ему нужны продажи. Мне кажется, даже если он теперь выложит какой-то диск на Маршалла, то он все равно останется в тени. В общем, вот такой вот стыд я хотел с вами обсудить. Пишите ваше мнение по поводу этого интервью и всего Бифа. Как вы себя чувствовали при просмотре этой нарезки интервью? И давайте продолжим обсуждение в комментариях. Подписывайтесь на канал и до встречи в следующем видео. Че-че! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok